привет вот еще один старинный английский отель забрела ну не старинный старый допустим на сейчас вам покажу опять эти интерьеры сумасшедшие вот такие все sitting room комнаты разные вот музыкальная комната шахматный столик люди играют вот видите dinning room и бар ресепшн никого нет как обычно гуляй ходи вот везде разная мебель так камин стойка бара ой друзья если вы знаете не перестаю удивляться такие огромные помещения практически нет никого это похоже какой-то отель ведь сейчас выйду сейчас выйду попробую понять что это здесь такое типа консерваторе опять и выход туда во двор сейчас посмотрим я практически там прошла везде обошла хотела спросить что это такое отель или что это такое некого спросить все открыто народу нет вот такая тут симпатичная лужайка эти дом отдыха что ли это или что это вообще такое я ума не приложу там бассейн даже за забором сейчас покажу ну вот такой малюсенький грязный свимин пол написано только для резидентов метр глубина никого вокруг вот так смотрится этот дом который я вам показала вот он видите с террасками там наверху трехэтажный наверху номера вот такой дом это у него фасад скажем так написано royal hotel сейчас посмотрим поближе это в вентнере друзья такие вот отели наконец нашла название этого отеля трехзвездочный отель класса а эверсли отель он расположился довольно симпатично тут похоже что у него туда на ту сторону вид на море шикарный вот здесь такие вековые деревья вот если там дальше панорамка здесь вот улица и наверх туда вот эти горы обрывы это город вентнер друзья я вот иду сейчас хочу вам показать еще одну церковку и то что вижу по пути показываю город вентнер находится у пролива ла-манш на побережье здесь очень такая гористая холмистая холмистая местность и как я уже вам его показывала рассказывала что очень привлекательное место для туристов очень много здесь отелей ну вот как-то те кто живут на острове квартиры здесь покупают не очень хорошо и они обычно стоимостью даже ниже чем каких-то любых других там у нас в центре центр это считается там где ферри нутрайт ньюпорт каус севью ну вот такие вот а вентнер стоит в отдалении и здесь нет ни ферри ничего поэтому жить здесь как-то не очень любят вот еще один роял отель 832 года я нашла увидела только парковку и вот туда лестница наверх скорее всего там вид красивый сейчас наверное заберусь туда и посмотрю с этой стороны тоже прекрасная панорама на город вентнер как видите мне нравится очень впечатляющая такая вот это то что я вам опять хочу показать подтвердить свои слова как здесь все на горах на долах вот эти дома расположены как они здесь живут и как они тут козьими трупами бегают я все-таки поднимаюсь на эту смотровую площадку может быть там конечно и смотреть нечего но увидим сейчас вот какие тут красивые каменные букеты ну да вот как я и предполагала это смотровая площадка вот с такими чудесными столиками креслами это для тех кто здесь расположился в этом отеле вот такие смотровые площадки вот вот отсюда туда вниз видите кусочек только видно это сама набережная города Вентнер самая которая престижная с пляжем не та набережная которую я вам показывала несколько дней назад которую построил меценат а это основная городская набережная очень симпатичная я вам сделаю вторую часть я спущусь здесь видите спускаться и спускаться очень круто но все для вас как говорится спущусь покажу вам ну и вот еще одна такая симпатичная площадочка тут рядом вот так она выглядит это вот это смотровая площадка этого royal hotel не знаю как называется даже royal the royal ну какой он что он название очень много отелей здесь очень много интересных мест смотрите как красиво грандиозный вид отсюда на самом деле приятно здесь находиться есть что посмотреть вот он город Вентнер у нас такой раскинулся очень зеленый город город Вентнер тоже своя специфическая растительность в основном вот тропическая как вы видите хоть это и странно может быть пальмы юки олеандры вот такая растительность здесь ботанический сад в городе Вентнере один из самых пожалуй лучших в Англии скину вам видео тех кто не видел посмотрите внизу будет ссылочка ну и вот так этот сам отель выглядит royal который смотровую площадку которого я вам показала тоже он выглядит очень симпатично посмотрите как у него красиво какие поляны как все ухожено сейчас покажу поближе вам вот он четырехзвездочный royal видите вот так смотрится как то он очень интересно мне нравится смотрится ухожено друзья я вам показала специально вывеску чтобы может быть кому нужно посмотреть поподробнее можете в гугле найти все вот эти отели время обеда сейчас очень много людей там внизу хотела зайти показать внутри вам но людей много не стала показывать ну и вот здесь же рядом я иду по улице и вот здесь вот это уже апартаменты люди живут вот так вы знаете здесь очень много красивых богатых домов также посмотрите тоже какой красивый особнячок и вот там наверху если видно вам прямо стоят два дома огромных и уже обрыв к ним подобрался здесь тоже обрывы оползни иногда бывает рискованно покупать дома вот посмотрите какой вид там впереди сейчас подойду вам еще покажу вот еще один вели отель какой-то отель вели одна буква оторвана не знаю и вот интересно посмотрите рядом с этим прекрасным отелем вот такой жуткий забор и там вот такая избушка на курьих ножках люди живут и наверное не хотят отсюда никуда перебираться наверное старики какие-то и вот такой вот у них там все заброшенное тем не менее ничего с ними сделать не могут живут себе и живут посмотрите какие красивые коттеджи какие красивые дома это все дома живут люди посмотрите какой вид у них на пролив ла-манш на инглэш ченнел очень красиво это опять пошплейс друзья очень красивые дома снимаю по чуть-чуть потому что не любят сами знаете очень красивая улица очень красивые дома вот такой вид у людей я подошла на смотровую площадку сейчас пройду покажу вам вот это наверное отель впереди с башенкой я боюсь высоты мне прям страшно здесь идти вы знаете такой обрыв и там дальше опять это первая линия на набережной вот еще посмотрите какой дом красивый там сзади его что-то ремонтируют достраивают наверное видите тут камни какие-то новости но красивые посмотрите сколько цветов огромная пальма растет вот такие домики вот такие домики красивые просто великолепие потихоньку поворачиваюсь посмотрите чтобы вы обозрели вот этот вид который отсюда из окон людям каждый день представляете какая красота это юг всегда солнце здесь расположение великолепное вот я зашла сзади за один из домов который вам показывала вот посмотрите как это выглядит вот просто сзади скала впереди вид шикарный на океан а сзади вот такая скала друзья представляете не знаю вот она такая скала вот она такая скала выдал блин а тут для дома вот туда тропинка наверх но это опять private территория и я туда не пойду в общем я подошла уже к этому отелю огромному покажу его вам сейчас поближе а здесь посмотрите как красиво вот такая глыба живописная и на ее фоне вот этот вот современный дом такой интересной архитектуры я считаю здесь конечно у них как обычно какие-то ремонтные работы но вид вот этот мне очень нравится ну вот я нашла центральный вход написано king's view королевский вид это вот этот вот красивый дом в котором я так долго шла расположен он конечно грандиозно но говорят что это не отель говорят что это просто ресторан внизу с красивым king's королевским видом а так то это флат апартмент люди живут вот здесь на этом углу сейчас попробую вам панорамку показать здесь конечно супер вот посмотрите сейчас повернусь напротив здесь старинная церковь друзья вот такая старинная церковь неудачно показала вам за деревом вот она сейчас наверное зайду вам покажу друзья внутри и скажу что за церковь понятия не имею пока церковь святой Екатерины то что я увидела надпись очень у нее оригинальная архитектура это больше даже шотландская вы знаете не английская а шотландская церковь вот с такой вот башней обычно как мне объясняли церковь красивая вот мне нравится а к сожалению она закрыта вот потому что в центре наверное все таки в центре города чтобы не бродили кому не попадя закрыта впервые вот ну как я сказала церковь святой Екатерины посмотрю и наверное вам в описании напишу о ней потому что здесь пока я ничего не вижу а здесь посмотрите опять какой вид кардиозный на город Вентнер посмотрите какая прелесть друзья просто хоть картины пиши очень красиво подошла поближе вот видите коточ там внизу вот этот опять с соломенной крышей старинный просто как теремок и наверху вот этот огромный дом с рыжей крышей черепичной ой как красиво в общем на самом почти холме ну вот такая всего лишь 20 минутная прогулочка по одной из улиц города Вентнер что вас интересует опять пишите спрашивайте я отвечу с удовольствием кому интересно будет продолжение этого города Вентнера набережная во второй части я пошла вам ее снимать а сейчас пока встретимся во второй части до встречи